Возможно, уже к лету этого года здесь появится новая стелла. Конкурс объявили в начале декабря прошлого года, так как почти две недели пришлись на подготовку к Новому году и каникулы. В управлении архитектуры решили продлить срок подачи заявок с 15 января до 5 февраля. Звонки продолжают поступать как с Краснодарского края, так и из других городов. Пока в распоряжении комиссии около десятка заявок. Это очень интересные и разные работы, потому что есть и проекты от архитекторов, где прослеживается, может быть, монументальность или какая-то более серьезная работа. А художники, дизайнеры могут и предоставить работы от руки в плане просто эскизных работ, нарисованные. Всех тайн в управлении архитектуры не раскрывают. Рафи Казарян работает в одной из крупнейшей проектной организаций города-курорта. Он принял участие в конкурсе, потому что появились новые технологии и материалы, а у Анапы богатая история, следовательно, и поле для творчества. Наш город является достаточно античным, с большой такой историей, есть целый город Гергипия. На основе этого хотелось создать образ чего-то старого и совместить с чем-то новым, добавить какие-то современные элементы для того, чтобы сделать этот образ нашего города современным. Уже поступают работы, в которых используется новый бренд города-курорта. Принять участие в конкурсе могут те, кому исполнилось 18 лет. Для этого нужно сформулировать идею, предоставить чертежи, описать концепцию и технологию производства, продумать ночную подсветку, а также вмонтировать изображение в цифровую фотографию местности. Проконсультироваться можно в городском управлении архитектуры, а оперативную информацию о ходе конкурса узнавать на официальном сайте муниципалитета. Александр Ребека, Руслан Душевский и Михаил Григорьев. Анапа. Регион.